Добрый день всем зрителям Живого ТВ! Сегодня у нас воскресенье, 5 июля, и как обычно, в 17 часов в эфире ваша любимая передача «Точка отсчета». Сегодня мы опять вещаем из бронзового зала галереи искусств Зураба Церетели, и в этом есть своя внутренняя логика, потому что сегодня у нас в гостях, ну, я не буду говорить, опять что уникальный, гость у нас всегда уникальный, вы это знаете, но сегодня у нас человек искусства высокого, художник, оформитель, график, компьютерный график в немалой степени Андрей Иванченко, но наши зрители и читатели мира фантастики больше его знают под творческим псевдонимом «Анри». Очень приятно. И первый вопрос, Андрей, ну, я думаю, вы на него тысячи раз уже отвечали, но, может быть, наши зрители некоторые не знают. Каков, собственно, генезис вашего творческого псевдонима? Почему вдруг Андрей? Ну, у самых простых вещей чаще всего самое простое объяснение. Это просто слово Андрей написано по-английски. Вот, читается правильно, как Энри, вот, и в свое время, когда было Фидо, когда не было там современных асик, когда не было интернета, когда, ну, скажем так, когда интернет был маленький, нужно было просто подписываться как-то в почте. Ну, и слово Андрея писалось с Y или с W, я не мог выбрать, и поэтому выбрал абстрактное имя Андрея на другом языке. Ну, так, собственно, и получилось. И, таким образом, появился Анри, который известен как художник-оформитель многих популярных нынче книг, можно сказать, даже бестселлеров, то есть буквально вот из Фидо. Ну, да, это все идет из совершенно простых прозаичных вещей, то есть просто имя, которое нужно было где-то писать. Ну, начинали вы все-таки с оформления уже сразу книг или до этого вы занимались какой-то вот смежной деятельностью, собственно, как, какой был ваш путь искусства? Ну, искусство это слово как бы громкое и пафосное, и нужно заслужить. Правильно, у нас три дня, на нас нужно громкие слова говорить. Ну, в общем, путь в искусстве нужно заработать. Я учился, ну, как и все, у меня родители художники, я закончил художную школу, учился в институте, немножко в мастерские, то есть как-то все так в куче сложилось. И где-то в начале 90-х я случайно совершенно столкнулся с ребятами, увлекающимися компьютерной графикой. В те времена были такие компьютеры Amiga, они были по современным временам совсем маленькие, то есть сейчас калькуляторы быстрее, чем эти компьютеры. И отсюда потихонечку в телевидении, потихонечку в рекламу, немножечко, скажем, в увлечении мое иллюстрирование, такое фанатское, потому что я любил фантастику, мне оказались иллюстрации к моим любимым книгам, ну, недостаточно точными, что ли, или недостаточно переработанными, с моей точки зрения, вот как... Недостаточно соответствующий текст. Да, то есть мне хотелось просто оформить это дело. Со временем появился человек, его зовут Нисимкин Николай, это мой старый друг, который сказал, почему ты вот работаешь там просто так, почему тебе не попробовать оформить книгу, у меня есть знакомые в издательстве, и какое-то время я делал иллюстрации удаленно, то есть находясь за 8 тысяч километров от Москвы, я в то время жил на Дальнем Востоке, ну, и потом он говорит, а, говорит, приезжай, ну, собрал щеки и переехал. Вот как-то вот так все и получилось. Не секрет, что оформление современных книг, в общем, конечно, в первую очередь фантастики, поскольку в ней наибольше, наверное, художественный элемент затребован в оформлении, происходит с использованием так называемых арт-альбомов и с использованием различных уже готовых иллюстраций, которые потом ставятся на обложку и не всегда, в общем, соответствуют идее книги, да и, в общем, иногда вообще не соответствуют идее книги. Вы, насколько я помню, занимались оформлением, в общем, действительно бестселлеров тогдашних, которые сейчас прекрасно продаются, книга и Лукьяненко, и Перумова, и Васильева. Какой был вот ваш основной тренд, основной путь? Вы тоже брали вот такие арты или использовали иллюстрации и создавали с нуля? Было по-разному. Это очень сильно зависело от заказчика. В то время издательства покупали слайды и они пополняли библиотеки слайдов, ну, как бы покупая их на время или покупая их на довольно длительный период. Это стоило какие-то разумные деньги. Естественно, они бы хотели получать приток этих новых иллюстраций постоянно, а мировой арт, как бы, он все-таки конечен. В результате это в издательствах резалось, собиралось, ставилось на одни картины, на одни обложки, переделось на другие. Потом зеркально отображалось и переставлялось на другую книгу. Да, по-разному было, да. И, соответственно, и вот те картинки, которые делал я, они тоже оттуда вырезались отдельные фрагменты, соединялись. Вот был такой замечательный случай. Была сделана иллюстрация для Головачева. Я не могу оценивать литературную составляющую, я просто выполнил то, что просили. Пришел автор, сказал, вы знаете, лицо от того, что у меня получилось, не подошло к картинке, которая была предыдущей. Ну, в издательстве, долго не думая, вырезали аккуратненько лицо, шлепнули сверху на картинку, и книжка вышла. Ну, я сразу сказал, что ребята, типа, подпись не ставьте. Это, ну, это просто... Я к этому лицу отношения не имею. Ну, это, это было время такое. То есть люди пытались экономить, люди старались пускать больше арта, но издательство, например, Эксма и Асты, оно всегда очень вежливо относило к художникам. Они всегда просили точнее, лучше, больше, читать книги. То есть они просили художника всегда участвовать глубже в этой проблеме, так, чтобы, ну, как бы, иллюстрации получались более коммерческими, более зрительскими, более фанскими. Вот. И у меня самое теплое вспоминание, конечно, вот в этом времени. Ну, например, иллюстрации к «Невремя для драконов» у Кьяенко и Перумова и к «Лабиринту отражений» у Кьяенко ваших до сих пор считаются нечто вроде канонических. И когда выходит переиздание, то все начинают вспоминать, а вот Иван Ридбулл нарисован вот так, и вот теперь эта иллюстрация не подходит. Сами вы как считаете, вот, ну, эти две книги, наверное, наиболее такие тиражные, наиболее популярные. Вот к таким произведениям, которые, в общем, неоднократно уже переиздаются, вы, как бы, нарисовали уже конечную обложку или можно изобретать что-то новое всегда? Ну, естественно, нельзя говорить, что это там самое крутое, самое лучшее, там и так далее. Ну, конечно, нет. Я сейчас, конечно, взял по-другому. Время прошло, я по-другому стал относиться к литературе, выросли профессиональные навыки. Я бы по-другому решал массу вопросов, которые связаны с производством, что ли, что с контентом. А по-другому это как? Можно вот чуть-чуть претворить завесу тайны? Да, здесь нет в них проблем. Во-первых, программное обеспечение ушло вперед, и многие технологические решения, которые применялись раньше, они бы сделались по-другому. По-другому это как? Быстрее, красивее? Быстрее, красивее. Уровень деталировки можно было поднять, можно было бы иначе решить образы, внимательнее вникнуть, точнее прочесть, соблюсти массу деталей, скажем, перепроверить костюмы, крой, пряжки, там, положение, рост, там, сопутствующий перемен. То есть, вникнуть в работу детальнее, то есть, больше и отдать сил, больше дать времени. Я когда смотрю свои старые работы, ну, они, мне кажется, несерьезными. Потому что современного арта очень далеко шагнув вперед. Скажем, работа, которая находится, скажем, на сайтах типа сидждолк.ком или концептартист.орг, то есть, такие мировые ресурсы очень мощные, качество графики рвануло просто, ну, невероятно. Появилось огромное количество имен, и, естественно, сравнивая то, что происходит сейчас, что происходило, там, 10 лет назад, ну, это не выдержит конкуренции. Вы так вкусно все рассказываете. Ну, на самом деле, действительно, сейчас мы можем наблюдать, что иллюстрации переизданных книг старых, там, с разницей в 5-6 лет, сейчас намного лучше. Да, это поформлено. Или создаются, например, такие совершенно строгие обложки, которые вот без картинок, а именно самим качеством исполнения берут. Но, однако, собственно, где новые иллюстрации, Анри? Вы сейчас же не занимаетесь оформлением книг? Да, не занимаюсь очень давно, потому что я всецело с головой ушел в, как бы, другую область. Я больше занимаюсь производством трехмерной графики, я увлекся программированием, я очень люблю производство игр, мне нравятся все вопросы, связанные с компьютерным монтажом, видео и так далее. Собственно, то, с чего все начиналось, в конце концов, к тому же все и пришло. Необходимость иллюстрировать, конечно же, в проектах есть эскизы, это постановка технических задач, какие-то pipeline, где постоянно требуется такой лавинообразный арт. Ну, те же самые промежуточные арты, как это называется? Конечно, да. То есть, они сами по себе не имеют никакой художественной ценности, но они участвуют в производственной цепочке. На их основе строятся трехмерные модели, на них что-то объясняется, куча идут все в корзину, то есть комкается, удаляется, и часто по проектам производится огромная туча, так называемая, мусорного арта, который необходим, но который не для зрителя, то есть он внутрипроизводственный. Насколько я знаю от программистов различных компьютерных игр, от гейм-дизайнеров, все это выглядит неким следующим образом. Приходит заказчик, разработчик, говорит, сделайте мне красиво, выдает некие требования, по этим требованиям, там, ну, художник, гейм-дизайнеры, программисты создают некий объект, то есть картинку, программисты создают движущую 3D-модель, заказчик видит, собственно, что он сказал, понимает, что это не то, что он хотел увидеть, и все меняется, да? То есть это примерно так происходит? Ну, происходит по-разному. Заказчики бывают разные, проекты бывают разные. Часто происходит следующим образом. Когда в производство поступает какой-либо проект, изначально неизвестно, как его делать, поэтому коллектив, он очень должен внимательно и творчески подойти. Я почему говорю, что должен, потому что это не всегда происходит. Это зависит от очень массы факторов, от финансирования, от людей. От финансирования в первую очередь, естественно. В первую, но в первую и не в первую, потому что очень зависит от харизмы, от личности, от интереса, от служению, скажем так, профессии. То есть эта тема профессиональной этики, она здесь тоже обязательно должна быть, то есть деньги не все решают. Простой пример, вот нашел проект, пришел прекрасный художник, который был с не очень хорошим материалом. Прекрасный, потому что он впоследствии очень себя ярко проявил. То есть сколько внимания, скажем, сотрудник, который не был известен, проявил проекту, это сложно оценить. Вот этот человек зовут Олег Павлов, я крайне ему благодарен. Он показал мне, что такое вот путь служения как бы художнику, когда художника, собственно, вот своей профессии, индустрии, проекту, коллективу, там и так далее. С большой теплотой вспоминаю, потому что он у нас сейчас не работает, он как бы вот ушел, занимался сейчас другими вещами. Давайте тогда все-таки детализируем, да, мы вот тут начали уже говорить в нашем проекте, в нашем проекте. Собственно, то, с чем вы работаете, это проект Disciples и проект Дозору. Ну, давайте поподробнее расскажем, собственно, что это, на кого ориентировано и какая, собственно, ваша там задача основная. Ну, я главный служитель на обоих проектах, хотя тоже я всегда смущаюсь, когда говорится слово, там, главный, там, начальник, там, всея Руси, там и так далее. Есть чудесное мудрое слово арт-директор. Да, действительно есть такое слово, но часто в России, особенно, арт-директор должен в себе совмещать очень много профессий. Ну, например, помимо его текущей задачи разбираться в арте и тыкать пальцем, скажем, что должно быть вот здесь, должно быть вот здесь, он должен в��ать себе супервайзера, то есть человек, который понимает общее технологические процессы. Техническим директором, который разбирается в программ-везпечении, который понимает что вышло, что не вышло, что делать, что нет. И администрата, которая руководит кучей других мелких худших. Абсолютно верно, да! То есть нужно понимать, что, скажем, человек пришел, он не понимает производственной цепочки, он никак не сталкивался с проектами. Им нужно показать, объяснить и так далее. То есть, Напрямую это не имеет отношения к арту, к рисованию, к искусству, хотя здесь в данном случае «искусство» в кавычках, потому что это часть процесса. Сейчас можно говорить «креатив». Ну, невозможно отделить работу одного человека от работы коллектива. Там так всё переплетено, так всё взаимосвязано, скажем, руководитель проекта, который поставил задачу, геймдизайнеры, которые эту задачу оформили, записали и детализировали. Концерт-художник, который не один, который внимательно это всё смотрит, коллективно обсуждает. Арт-директор, естественно, во всём этом должен участвовать. Программисты, которые ставят вопрос, а сможете ли вы в принципе это всё реализовать, потом мы как-то закодим ли мы это. Аниматоры, которые тоже сверху реют над всем этим, не давая как бы системе развалиться и так далее, и так далее, и так далее. Когда эта задача доходит до финала, в нём поучаствовало такое количество людей, что говорит, что ты рулишь какую-то задачу, это не совсем вежливо и корректно, вот так. То есть это коллективная работа, это важно. Ну хорошо, давайте мы всё-таки туда расскажем, какой задачей вы не совсем рулите в Disciples и в Dazor.ru. Я не совсем рулю базовым геймплеем, то есть базовый геймплей, им занимается мой партнёр. Давайте немножко расшифуем, у нас не все зрители понимают такой профессиональный язык. Ну, то есть это суть игры, то есть это то, во что собственно люди играют, потому что рисунок это лишь оформление. У меня был и есть очень хороший друг, вот он живёт сейчас в Новой Зеландии, зовут его Денис, и он давно кинул мне вот эту фразу, которая не выдеходит у меня из головы. Я как-то работаю, он подошёл, говорит, слушай, вот ты рисуешь, говорит, а зачем? Нет, ведь это же просто люди, это просто там вот, почему ты не хочешь делать своё собственное описание, почему ты там не хочешь делать своё что-то, почему ты потом будешь это рисовать? Я говорю, ну я художник, я должен придавать форму, то есть это моя профессия. Вот формы не было, и вот она форма произошла, потому что я этому учусь. И он как-то так сказал, я не помню точно, но он сказал, что он понял. И вот это примерно то, что вот я бы хотел сказать. То есть художники придают форму, их задача вербализовать то, чего не существует. Руководитель проекта, он хочет что-то, твоя задача это сделать. И вот то, что кто хочет, вот это делаю не я. Скорее задача, наверное, показать руководителю проекта то ли он хотел, что сказал, да? Часто руководитель проекта грамотный, то есть в них не берут людей с улицы. Ну вам повезло, мой опыт общения с онлайн-играми несколько о другом говорит. Руководитель проекта Disciples мой старый друг, он как бы очень старый, уважаемый программист. Это человек, сделавший первые корсары, это человек, сделавший убиверси пиратов Карибского моря. Он очень опытный, даже сказать многоопытный человек, то есть я ему всецело доверяю. Давайте тогда все же мы вернемся непосредственно к самим играм. Что такое Disciples, в данном случае Disciples 3 уже, да? И что такое Дозор.ру? Если в Disciples, я думаю, из наших зрителей, из читателей мира фантастики уже кто-то играл, благо игра в свое время популярная была, там первая, вторая часть, то про Дозор.ру давайте еще поподробнее расскажем, потому что различных вариантов дозорных игр было уже много, были уже и смс дозорная игра, и карточная, и просто какая-то там трехмерная такая драка дозорная. Собственно, что такое Дозор.ру, чем они отличаются? Ну, здесь комментарий будет точно такой же. Сам по себе проект Дозор.ру, это естественно не мой проект, и не моего партнера, и не компании DAT, в которой я работаю. Это бренд, который был приобретен, и ему пытаются придать форму. Нас пригласили, чтобы эту форму сделать лучше, более современной. То есть это будет не просто игра, а это будет большой такой портал Дозора. Мы занимаемся редизайном. Когда нас пригласил заказчик, он сказал так, вот у нас есть старый проект, нам он не нравится с точки зрения оформления. Мы доверяемся вам в оформлении проекта. И фактически это подряд. То есть мы такой маленький заводик свечной, куда пришел подряд на поставку, скажем так, картинок, рисунков, моделек, предметов. И мы это делаем, придаем форму. Вот я как раз про это и говорил. Получается как раз то, о чем вы говорили, что прошло какое-то количество лет, графика сильно изменилась, улучшилась. Верно, абсолютно верно. И вас пригласили сделать на новом уровне. Верно. Рынок изменился, люди изменился, игроки изменились. Требования, в первую очередь. Требования изменились, да. То есть некий современный уровень графики, который просто вербализовался на немножко другом уровне. По сути, это будет та же игра с измененным немножко дизайном, но совсем чуть-чуть. А Disciples 3? Это тоже заказ. Надо понимать, что Disciples 3 не принадлежит мне. Он не принадлежит Диме, о котором я говорил. Он по сути даже не принадлежит уже создателям. Он принадлежит людям, которые в него играли. Я отношусь к Disciples с некоторым воодушевлением, с некоторым трепетом. То есть это культовый проект, который я не играл до того момента, когда я с ним столкнулся на стадии производства. И он мне безумно понравился. Это необычный проект. Он странный, в хорошем смысле слова. У него шикарнейший дизайн. То есть там было такое количество идей, я имею в виду сейчас графических, посылов этого к зрителю, что он немножко оторвался уже от создателей. Он принадлежит комьюнити, он принадлежит людям. То есть игроки выдвигали какие-то требования, пожелания, а вы постепенно воплощаете их в жизнь. К сожалению, не всегда это получалось. Потому что все-таки у проекта есть заказчик и у него есть создатель. Понятно, что все требования выполнить невозможно. Да, конечно. Там был соблюден компромисс. Я надеюсь, что этот компромисс приведет к хорошей игре. Я не занимаюсь десайплсом уже какое-то время, примерно где-то с декабря. Занимаюсь полностью на дозорах. Сейчас проект доводит коллектив, вот в главе с Дмитрием Деменовским. И я последнюю версию видел как раз после КРИ. То есть перед КРИ и после КРИ. То есть можно сказать, что свою часть работы вы уже сделали? Как постановщик задач, как человек, который должен проследить за технологическими цепочками, за стилизацией, за дизайном и так далее. В общем, да. Ну тогда, в общем, следующий вопрос естественный. Когда же нам ждать? Когда будет релиз? Ну, я склоняюсь к позиции компании Blizzard. Когда будет готово, тогда и будет готово. Естественно, наш издатель, он работает немножко по-другому. То есть он хочет иметь конкретную дату, чтобы подготовить продажи, чтобы сделать полиграфию. Я думаю, что зрители тоже наши хотят иметь конкретную дату. Насколько я знаю, планируется под осень и где-то к Рождеству. Но я, к сожалению, не могу точнее сказать. Эти цифры я получаю уже от издателя. Увы, я не могу точно сказать. Ну что ж, обнадежен наших зрителей живого ТВ и читателей Мира Фантастики, что к Рождеству уже можно, так сказать, откладывать в носочек деньги на новую игру, на третью часть проекта Disciples. А мы с вами, Андрей, перейдем к вопросам провокационным. У меня в передаче часто бывают молодые авторы, начинающие, но уже успевшие, ну, авторы, писатели-фантасты, успевшие заявить о себе авторы, поднявшиеся на какую-то новую ступень. И в последнее время мы стали констатировать достаточно печальную тенденцию, что очень многие писатели, заявившие о себе в начале 2000-х годов, там, третьем, четвертом, пятом, собственно, литературой как таковой, чисто вот изданием на бумаге сейчас практически не занимаются. Они ушли в смежные области. Сценарирование в телевизионные, в кино, в компьютерные игры, в какие-то сценарии роликов, сценарии передач какие-то, то есть вот чисто смежные работы. Собственно, насколько мы сейчас вот с вами разговариваем, я делаю вывод, что вы занялись примерно тем же самым, что книжные иллюстрации были для вас каким-то этапом, а сейчас вы занимаетесь чисто компьютерной графикой. У нас, собственно, есть вопрос на форуме «Мир фантастики» на эту же тему. Я, значит, задам его несколько более провокационно, то есть что стояло в основе этого вашего решения? Деньги, желание совершенствоваться, желание попробовать себя в другой области. А читатели спрашивают у вас примерно так, была ли иллюстрация книг для вас лишь этапом развития? Здесь этот вопрос имеет много ответов. Но вы имеете много гитик. Я понимаю, о чём вы говорите. Когда книги читались, когда они оформлялись, конечно же, нет. В то время я не знал, что существует то, чем я обладаю сейчас. Это другие проекты, другие связи, другие деньги, другие системы отношений. То есть в то время ничего этого не было. Если вспомнить 95-й год, 96-й, время было непростое. Люди интересовались книгами, но они их не покупали. Художники хотели бы рисовать, но и мало платили. Талантливые какие-то люди, которые бы и рады были бы вырваться куда-то, заниматься чем-то, но не было возможностей. Хотя сейчас я вспоминаю, что нужно быть просто в нужное время, в нужном месте. Просто прийти. Просто сказать, здравствуйте, вы главный редактор какого-то издательства. Привет, я молодой художник. Я готов отдать вам бесплатно. Таких примеров было очень много. И вот в моей практике и очень много людей работали просто потому, что им это нравилось. Поэтому, естественно, когда ты чему-то учишься, рисование, книги, чтение, фантастика, общение с авторами, общение с издателями, это было обучение. То есть я настолько много впитал из этого времени, что я не устоит благодарным людям, времени, работе. Это сложно сказать. Это пережитое, скажем так. Потом, впоследствии, когда работа уже превратилась в понятное, я не говорю, что в рутину, когда работа в рутину, ей вообще заниматься не нужно. В понятное. То есть не осталось кавычек, не осталось если, не осталось но. Деньги действительно вышли на первую сторону. В Москве жить не дешево. Особенно, когда у тебя нет квартиры, когда ты ее снимаешь, как нужно кушать. Понятно, что для этого не нужно много денег. Но вот как-то удалось перебиваться. Сейчас появилось много других интересных областей, которые, вот вы правильно сказали, смежные. Я всегда мечтал заниматься анимацией. Я всегда хотел, чтобы... Я не сбил эту отличку. Всегда хотел заниматься кино, хотел заниматься такой графикой комплексной, где есть и звук, и режиссура, и видео, и монтаж, и 3D-шные технологии, и программинг, и все-все-все. Игры, это как раз оно и есть. Поэтому, по сути, я занимаюсь тем же, но больше, шире, интереснее. Вот, наверное, будет вот такой ответ. То есть, мы можем констатировать, что наш читатель с форума мира фантастики прав. Художественные иллюстрации для художественной литературы были для вас этапом развития. Да, изначальный посыл был такой. Учиться этому, чтобы прийти в компьютерную анимацию. Что ж, ну, вы перешли в новую область, вы активно в ней работаете. И я задаю вопрос тот, который мне перед началом передачи достаточно часто адресовали. Насколько вам вообще интересно? Ну, я думаю, что вы уже ответили, но давайте все-таки конкретируем. Насколько интересна вот эта вот деятельность? И собираетесь ли вы дальше продолжать работать только в ней? Или все-таки дальше пробовать себя в чем-то еще? Может быть, в анимации уже мультипликационной для широкого экрана? Ну, чтобы заниматься анимацией для широкого экрана, этим нужно заниматься. Я пока этим не занимаюсь, потому что другая область. Проекты ведь не бросить. Проект должен дойти до конца. Но всегда же есть какие-то планы, правда? Ну, в нашей жизни планы, к сожалению, в них вмешиваются контракты. То есть планов у тебя может быть сколько угодно, но контракт, он тебя сдерживает. У меня есть мысли немножко больше заниматься такой фриланс на аутсорсной работе, то есть работой на дому. Я бы хотел больше отдавать времени преподаванию. Как таковое обучение других людей мне нравится не очень, но я понимаю, что если этого не делать, то не прибудет у нас, в нашей стране, где нет специализированных как бы ни систем обучения, ни предприятий. То есть нужны именно люди, которые могли бы опытом делиться, которые могли бы ставить, вернее, из своего примера проводить производственные какие-то цепочки, которые могли показывать ошибки, например, вот это мы сделали неправильно, не делайте так, сделайте по-другому. И этому тоже нужно уделять времени, хотя не всегда получается, вот, увы, ну, увы и ах. То есть, опять же, есть очень много вещей, которые на твои планы наступают сверху грязным сапогом и топчат там долго. Раз уж мы затронули эту тему, давайте тогда мы все-таки ее разовьем, благо вопросов на нее у нас очень много, и я уверен, что среди зрителей живого ТВ, среди наших будущих читателей мира фантастики, наверняка найдется много молодых художников, которым будет интересно услышать ваши советы о начале пути, о каких-то творческих секретах. В первую очередь, вот на форуме мира фантастики у нас спрашивают о школе компьютерной графики, в которой вы ведете курсы, да, собственно, что за школа, как в нее попасть и каким образом там проводится обучение. Эта школа существует давно. Ее изначальная позиция, скорее всего, идет о школе реал-тайм, потому что я преподаю именно вот там. Политика обучения, политика вообще этой компании строится в том, что приходят действующие специалисты. Они не держат преподавателей на ставке, то есть у них нет людей, которые были бы оторваны от решения каких-то конкретных практических задач. И в моем случае происходит так же. То есть я вырываюсь немножечко. То есть приходят практики? Приходят практики, абсолютно верно. То есть тот человек, которому можно задать вопрос, ну так, ребром. Буквально как это делать? На какой кнопок нажать? Да, и они говорят, вот мы, значит, к вам пришли, показывайте, я хочу за вами повторять. И им приходится показывать, объяснять. Мы фактически, ну там еще много импровизации. Люди, которые принесли с собой какие-то, тараканы, они, скажем, тоже о чем-то мечтают, они тоже что-то хотят. Они говорят, вы знаете, вот я всегда мечтал заниматься там кино. Покажите. И ты ему показываешь. Там он говорит, я всегда хотел заниматься, например, трехмерным моделированием. Как решить вот эту вот эту вот задачу? Или там я хотел заниматься производством там трехмерных анимированных персонажей. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот все эти вопросы накапливаются у слушателей. Кроме того, ты живешь с ними. Там обучение построено так, что ты не вылезаешь оттуда много-много суток. И целый день перед ребятами, там более семейный такой суть преподавания. То есть, это такой выездной семинар? Выездной семинар, да. А сколько это по времени? Ну вот курс, который я веду, он длится пять дней. Я приезжаю в понедельник или воскресенье вечером и уезжаю оттуда в субботу утром или в пятницу вечером. Нас спрашивают на форуме, тяжело ли туда попасть, но я думаю, что вряд ли тяжело, поскольку это наверняка все платное и немало. Да, я, к сожалению, не могу вам сказать по ценам. Я знаю, что это колеблется где-то в районе десятых тысяч рублей. Я просто, к сожалению, не знаю. Насколько туда сложно попасть? Я знаю, что заявки на несколько курсов, вот, в частности, у меня они закрыты. Я так понимаю, что имеется в виду, есть ли некий предварительный отбор? То есть, если придет человек и принесет там, типа, палка-палка огуречек, какой-нибудь каляка-маляка, его вообще возьмут? У школы есть политика по отбору под программу. То есть, они, прежде всего, с инструкторами советуются, спрашивают, кого бы вы хотели видеть. Ну, вот учитывая, что у меня курсы рассчитаны практически на начинающих, они отсеивают только совсем людей, думающих, что компьютерный квадратный или что они внутри заполнены пластмассой. Если там человек в состоянии двигать мышку, он понимает, что такое программа, он понимает, что такое открывание файлов, остальное все не важно. Что ж, с курсами, я думаю, понятно, благо, что сайт этой школы камблерной графики можно найти в сети и все основные данные там прочитать. Теперь вернемся к вопросам начинающих художников. Нам задавали гигантский список, я сейчас даже все и не вспомню. Я коротенько могу ответить. Ну, там просто очень много вопросов. Я думаю, что их можно все объединить. Вот мне, например, очень понравился вопрос нашего читателя. Он спросил, видимо, тоже, как вы с точки зрения собственного опыта на это смотрите, каким образом сейчас может реализовать себя художник, иллюстратор из провинции? Тяжело ли это? И есть ли какие-то подводные ходы, которые помогут ему пробиться? Это все очень зависит. И мне вопрос понятен. Он как бы прочувствован на собственной шкуре, поэтому я отвечу как бы так, прям конкретно. Никакой проблемы нет. Современный интернет вообще уравнял всех в правах. Если вы находитесь в Таганроге, в Иркутске или там Кот-де-Вуаре, там вообще там в Африке, скорее всего, интернет есть и там. Большинство компаний работает по интернету. Большинство компаний есть отдел, работающие с нештатными сотрудниками. Поэтому написать письмо, приложить к нему фрагменты своей работы и заинтересовать кого-либо, в этом нет никакой проблемы. Мы, например, очень открыто относимся. К сожалению, люди, которые работают нештатно, они немножечко безалаберно относятся к срокам и к качеству. Правильно, их невозможно видеть каждый день в офисе и каждый день пинать, чтобы они полностью соответствовали задачу. Это очень профессиональные, очень грамотные и очень дисциплинированные и воспитанные фрилансеры, которым все рады и на которых часто держатся целые проекты. Насколько я мог заметить, когда готовился к передаче, я сходил на ваш официальный сайт и, в общем, на первой странице этого сайта написано, что вы нуждаетесь в художниках, в 3D-художниках, в аниматорах и что люди могут направлять вам свои резюме, свои работы, чтобы вы их оценили. То есть, я думаю, что если кто-то у нас сейчас на живом ТВ или потом чуть позже на диске Мир Фантастики увидит из начинающих художников, я думаю, что прямо к Анри, Анри Ру, да? Анри Ру, да, абсолютно верно. Да, они могут, вы можете обращаться, вам там всегда рады. Теперь немножко давайте разобьем эту тему еще поактивнее. Вот мне, например, очень интересным показался вопрос, тоже на форуме журнала задали. Необходимо ли сейчас для той работы, которой вы занимаетесь, то есть для иллюстраций книжных, для 3D-анимирования в игре, необходимо ли профессиональное художественное образование? Этот вопрос тоже имеет два ответа. Слово «профессиональный» в данном случае имеет такой подтекст, что вы обладаете профессией. Часто где человек получил эту профессию, даже не то чтобы важно, но он может и получить из смежных областей. Профессию можно получить и самому разрисовывая картинки. Тут имеется в виду, нужно ли обязательно заканчивать в вузы соответствующего профиля? Это очень полезно, это крайне важно, это не дисциплина, но это не является обязательным. Если вы в состоянии работать по учебникам, если у вас есть знакомые, если вы берете курсы, если вы активный, вот это очень важно, если вы хотите, вот тоже очень давно, я говорил про моего новозеландского друга, который сказал так, неважно, неважно, как ты учишься, если ты не хочешь учиться, тебе ничего нельзя объяснить, это просто бесполезно. Поэтому здесь нужно быть изначальный посыл. И человек поступит в институт, он всех замучает, он всех достанет по аськам, по скайпам, придет ночью, будет ночевать под дверью, свернется калачиком, там, не знаю, там у порога какого-нибудь института, даже если у него не будет брат, он все равно найдет пути, как пробиться. То есть это изначальная мотивация. И если человек вцепился в это когтями и не отпускает, он получит образование даже без института. Я думаю, понятно, да? То есть то же самое, как и в нашей литературной области, по крайней мере, я всегда этот постулат обстаиваю, что человек, если хочет пробиться, он всегда своего добьется. Если он хочет только ныть, то он никогда своего не добьется. Верно, верно. Может быть, это несколько цинично, но это на самом деле так и есть. Я с этим полностью согласен. Читатели мира фантастики, между тем, интересуются у нас, какие сюжеты вам, Андрей, интереснее всего рисовать, и что вы в первую очередь для себя представляете, о чем вы думаете, когда делаете какую-то вот иллюстрацию. Ну, я так понимаю, что вопрос относится скорее к области прошедших лет, когда вы занимались книжным иллюстрированием. Ну, мне приходится иногда делать плакат иллюстрации и к играм, и к фильмам, это происходит обычно ну, как-то эпизодически. А можно между строк? Каким фильмом, например? Ну, одно время заказывали для буржузских фильмов плакаты, такие проходные документальные фильмы делались. Ну, что-нибудь из известного, пара названий, можете вспомнить? Ну, вот я сотрудничал с компанией «Базилевс» немножечко вот на иллюстрацию, и должна была выйти к обложке плакат на улицах, вот, дозора. но им не понравился концепт. То есть, мы довели работу до какого-то разумного предела, я там работу уже привёл, они сказали, нет, то есть, типа, это не пойдёт, это не рекламный, не коммерческий. Там получилось, там, слишком готично, слишком мрачно, слишком, ну, моё какое-то новое переосмысление этой работы, оно, ну, видимо, не устроило продюсера. А Хабенский с лампочкой в руках, это не так готично. Ну, я не могу здесь оценивать, к сожалению. Всё-таки это заказчик, и художник стоит в стороне. Художник – это оформитель, художник, он придаёт форму. Я считаю, что если художника начинают подпускать к идеям, это уже не художник, это уже писатель. Это уже люди, которые самостоятельно создают комиксы, то есть, у них есть история, они оформляют. Это режиссёры, которые умеют рисовать. Приходит человек в режиссуру с литературного поприща, совершенно неважно. То есть, это новый человек. Вот так вот. В данном случае это была всего лишь иллюстрация. Я вас немножко сбил. Мы начинали с вопроса о том, собственно, какие сюжеты, какие жанры вам интереснее всего иллюстрировать, и что вы в первую очередь представляете. Что я люблю? Ой. Ну, я люблю книги, которые иллюстрируют мне не доводён, конечно. Я очень люблю книгу Оруэлла «1984». Возможно, читателям, конечно, знакомо. Это классическое произведение, мрачное, страшное. На мой взгляд, оно очень хорошо отражает эпоху, собственно, в которой оно писалось и люди, для которых это писалось. Я люблю книги Стругацких, но, к сожалению, ни разу не удавалось к ним до них добраться. «Пикник на обочине» обожаю. Я очень люблю сказки Андерсона. Я делал цикл из нескольких картинок к нему, но, к сожалению, не для российских, а для западных издательств. И хотел бы этому больше посвятить времени. Мне больше нравятся книги с плохим концом, печальные. Я люблю очень... А, так вот откуда термин «готичное» взялся при взгляде на ваше творчество, да? Ну, мне нравится что-то сумрачное. Я очень люблю тоскливую тему, тему одиночества, тему Fallout. Вот, возможно, людям это будет понятнее. То есть, тема манга Блейн, замечательная манга, которая в свое время вышла, тема апокалипсиса, киберпанка. То есть, все то, что Джуни Мнемоник, Матрица, вот это близкое мне по стилистике. Кроме того, я люблю такое dark fantasy, то есть, такое мрачное. Вы не знаете одну интересную подробность. Живое ТВ, кроме всего прочего, вещает в одну онлайновую игру точка отчета Time Zero, собственно, как название нашей передачи, которая есть онлайновой Fallout. Так что, я думаю, ваше откровение будет в интересной части наших зрителей. Я знаю немножко людей из Time Zero. Там был, короче, у меня старый знакомый, он, по-моему, сейчас уже не работает. Поэтому, чуть-чуть буквально с этим проектом столкнулся. Так, на уровне знакомств. Ну что ж, к сожалению, я должен констатировать грустное. Время нашей передачи подошло к концу. Осталось у нас буквально несколько минуток. Как обычно, не хватает времени, чтобы спросить все. Но я все-таки закончу с темой, которую подняли наши читатели. Вас просят напоследок дать несколько советов начинающим художникам и в первую очередь, например, интересуются, какими графическими пакетами вы пользуетесь. Ну, все очевидно. Нужно много работать. Нужно любить дело. Нужно любить все, что с этим делом связано. если вам тяжело не бросать. У меня было очень много периодов, когда что-то казалось понятным и не хотелось этим заниматься. Было очень много людей, которые меня подталкивали к тому, чтобы продолжать это работать. Это важно. То есть, сохранить веру, иметь искру, которая горит и не гаснет в человеке, это самое-самое важное. Нет ничего важнее этого. А чем вы занимаетесь, это абсолютно неважно. Рисуете, вы пишете, занимаетесь музыкой. Я вчера был на потрясающем совершенно концерте группы Tempo и видел рок-оперу Жану Д'Арк. Люди, у которых нет театра, люди, у которых нет помещений, которые собираются на квартирах. Великолепная оперная постановка. Я смотрел в клубе с ужасной акустикой. Впечатление было грандиозным просто. Это то, о чем я говорю. То, что объединяет людей, это в тысячу раз важнее, чем любой программный пакет. Программы традиционно как бы компания Adobe великолепный пакет выпускает. Я работаю в компании, вернее, с продуктом компании Coral Painter. Из планшетов можно рекомендовать Vacuum. Я адепт этих планшетов, мне они очень нравятся. Из трехмерных пакетов я работаю в 3D Studio Max, пользуюсь им. Я считаю, это не очень важно. Программное обеспечение это всего лишь инструменты. Вопрос, что вы хотите сами, что вы делаете, ради чего все это происходит. И все получится. То есть, в первую очередь, руки, а потом программы. Руки и голову. вы должны закончить попав и снизить сердце для желания. Искру не терять. Это очень важно. Большое спасибо нашему сегодняшнему гостю Андрею Иванченко, Анри, за то, что он так интересно нам поведал трехмерный вообще любой иллюстрации, анимации. Я думаю, наши зрители живого ТВ, наши будущие читатели на диске «Мира фантастики», который увидит эту передачу, оценят по достоинству ваши откровения, ваши зажигательные речи. А вам большое спасибо за то, что вы наше время посетили наш эфир. Всем нашим зрителям спасибо, что нас смотрели. До встречи через воскресенье. Всем удачи. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok